Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как и что меняют в нашей жизни добровольцы? Что делать, если возник порыв творить добро? И какие направления особенно актуальны в настоящее время? Об этом говорим сегодня. И в нашей студии очень много гостей. Руководитель департамента по связям с общественностью и экспертной деятельностью администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин. Руководитель Самарского центра развития и добровольчества и директор колледжа Татьяна Санникова. Добрый вечер. Владимир Батров, директор волонтерского центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. И волонтер Юлия Адгизалова. Всем добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот это направление добровольчества сегодня, градус интереса к нему, как можно охарактеризовать именно в настоящее время? Он снижается, остается на таком нейтральном уровне, хорошем, или повышается? Вот Татьяна Александровна. Слава Богу, градус повышается в хорошем смысле слова, и это становится модным в позитивном смысле. Я вот как директор колледжа хочу сказать, что у моих студентов это настолько становится престижным. Если старший курс зовет первый курс впервые на какое-то мероприятие, акцию, то вот сейчас мы готовимся к 14-му форуму добровольцев, который состоится 5 декабря, Международный день добровольств при поддержке администрации губернатора, то уже весь колледж ждет, все знают, что 5-го, тем более это суббота, мы будем вместе, и каждый ищет себе какую-то задачу, направление, и это радует. Дмитрий Владимирович, скажите, пожалуйста, как правительство участвует вот в этом таком грандиозном форуме, который нам предстоит всем в Самаре? Знаете, тут, когда эта инициатива стала отрабатываться, на самом деле действительно сложилось несколько очень интересных обстоятельств. Ну, первое, как вот абсолютно правильно Татьяна Александровна сказала, что в основе там слова добровольчество, наверное, слово добро, добровольность не как-то синемичны между собой. И вот эта потребность делать вот такие добрые вещи, может быть, не требуя там 7 минут на какой-то оплаты, она, я думаю, живет в каждом хорошем таком, в прямом смысле, слова «человеке». И когда мы поняли, что это мероприятие совпало с выходным днем, субботом, то постарались, и общественная организация пошла в этом на встречу, провести его в таком виде, чтобы это было не только торжественное мероприятие, где встречаются уже состоявшиеся добровольцы, поучаствующие в разных акциях, мероприятиях, проектах, где бы они могли и поздравить друг друга, и пообщаться. Мы подумали, а почему бы, не используя именно выходной день, сделать мероприятие таким образом, чтобы как можно больше появилось новых участников добровольческого движения. Ведь действительно, потребность есть творить добро у каждого. И мы постарались сделать так, чтобы в одном месте собрать как можно большее количество лиц, которые заинтересованы в том, чтобы найти себе партнеров, друзей. То есть фактически там будут работать несколько направлений, каждый из которых объединяет ряд волонтерских движений, потому что количество, скажем, таких душевных позывов или, как вот слово сказать, мотиваций для того, чтобы заниматься добровольческой деятельностью, их несколько сот, больше трехсот. Ничего себе. Ну, действительно, я думаю, вы сможете найти в себе некоторые причины, которые и каждый этим занимается. Не триста, это точно, но, конечно, это международная статистика. Да, да, да. И вот как раз отсюда стал, в общем-то, понятен выбор площадки, что это, безусловно, самая большая площадка, это именно МТЛ-арена, которая позволит вместить максимальное количество людей. Это и время проведения мероприятия, что в первой части с 10, где-то до 12 часов будут работать тематические площадки, в ходе которых будет вестись обсуждение разных направлений, где мы должны будем уже понять, в каком состоянии у нас социальное добровольство, патриотическое, экологическое. Может быть, те направления, которые интересны людям для принятия участия в каких-то отдельных акциях и мероприятиях. Кому интересен чемпионат мира, кому может быть интересны мероприятия, которые у нас проходят на площади Куйбышева, различные форумы на Мострюковских озерах или мероприятия. И везде, вы знаете, в них участвует огромное количество людей, которые приезжают и отдают часть своей жизни на добровольных основах. Вот мы постарались сделать так, чтобы они могли встретиться. То есть, вначале понять, что у нас есть, какие предложения, какие запросы, и вывести уже на какое-то это понимание, на больший уровень, чтобы на основе взаимных договоренностей двигаться дальше. Извините, пожалуйста, скажите, насколько массовым будет это мероприятие? Из других городов будут приезжать? С области, да. С области, только с области. Вся область. А вообще специфика Самарской... Ну и из Москвы приедут гости, да. Из Москвы гости эксперты, да. Вот специфика волонтерства в Самарской области существует какая-то? Или на федеральном уровне это, собственно, одни и те же направления? И так далее. На самом деле есть классические варианты, да, где участвуют, скажем так, ну, для людей с ограниченными возможностями, с животными. Но сейчас современное есть направление. Например, мы все гордимся, что у нас будет ФИФА. Да. И мы все, как жители, очень переживаем об этом. Кстати, хочу добавить к тому, что сказал Дмитрий Владимирович, мы обязательно будем еще и награждать лучших, потому что пятый – это Международный день добровольца. Во всем мире в этот день как раз отмечают лучших. Это такой день единения. Да. Раз мы упомянули вот эту тематику, ФИФА-2018, передаю слово Владимиру, который недавно назначен директором центра. Скажите, пожалуйста, Владимир, какие основные направления вашей работы, как руководителя, вы сегодня видите, и какие проблемные точки уже сегодня нужно исправлять и вот наращивать такой потенциал волонтерский к этому времени? Ну, начну, наверное, с того, что с 10 декабря наш волонтерский центр начнет свою работу, именно пройдет торжественное открытие, на базе Аэрокосмического университета. Основные направления работы за три года до проведения самого чемпионата нам нужно будет массу работы провести, такой как отбор волонтеров, их обучение. Также нужно будет проверить, как они вообще связаны ли были с волонтерством. Это важно? Да, конечно. Опыт приветствуется, и на отборе это повлияет. Но это все-таки международное такое мероприятие, грандиозное. Иностранный язык, насколько вот это существенный критерий отбора? Английский язык существенный, очень. Самый, наверное, существенный критерий это знание английского языка. Конечно, мы будем дорабатывать этот момент, и уже огромное количество кафедр английского языка разных вузов предложили свои варианты, как можно улучшить вот знание языка у волонтеров. Вам ставят уже такие задачи по количеству волонтеров? Вот сколько нужно человек набрать в команду? Вот интересно услышать, что ты слышишь? Хорошее слово, команда. Ну, начну раскрывать секреты. Около 15 тысяч заявок нам нужно будет обработать, и из них примерно 1350 волонтеров только дойдут до стадиона, до чемпионата мира. Понятно. Такой отбор хороший, так скажем. Отбор колоссальный. Юля, как у вас с английским языком? Пойдете участвовать? Ну, если честно, то я постараюсь подучить этот язык. Я с удовольствием подам заявку. Если у меня получится пройти дальше, я буду очень рада. А сегодня в каком направлении, в волонтерском, себя реализуете? Я принимаю участие в организации различных мероприятий. Этим летом я принимала участие в молодежном форуме Иволга. Я как раз была организатором, специалистом группы встречи вип-гостей. И, если честно, то это то, что доставляет мне удовольствие. И я готова продолжать этим заниматься. Да. Вы знаете, в волонтерстве есть такая проблема, что вы сказали очень много желающих. Вот как вот это свое желание куда направить, из чего начинать? Вот вы организация серьезная, вот Татьяна Александровна, которая работает с этими людьми. Подскажите, рецепты дайте. На самом деле есть простые рецепты. Через интернет можно узнать информацию. Самарский центр развития добровольства. Как раз миссия центра стать тем самым мостиком между тем, кому нужны добровольцы, и кто хочет им стать. Но у нас огромное количество организаций, которые реализуют программы, где нужны добровольцы. Они несут на себя миссию. Есть городской центр добровольцев. Но мы как раз вот на форуме очень серьезно относимся к слову рекрутинг, по-русски набор добровольцев. На ручках будет адрес, группа в контактах, куда вы можете обратиться, тот, кто будет на форуме, и задать вопросы, определить как раз шесть площадок тематических, что ближе тебе к сердцу. Хотя бы узнать первичную информацию. Любое дело, а я считаю, это очень серьезное дело, развивать систему добровольства, требует управления. Есть место, куда можно прийти, есть телефон, куда можно позвонить. И практически во всех государственных и муниципальных учреждениях, организациях теперь уже есть специалист, который тоже сориентирует. То есть, если нужен специалист, мы обязательно подготовим. Есть школа координаторов, есть школа волонтеров. В принципе, все, кто хотят этим заниматься, могут получить специальные знания. Дмитрий Владимирович, будут ли дискуссионные площадки? Потому что, вот как бы мы все хорошо не говорили, как много людей, как много добрых душ, как все к нам идут, но есть проблемы, наверное, у волонтеров. И вот эти дискуссии, они необходимы, чтобы даже их хотя бы услышать и выявить. Вот на этом форуме что-то будет подобное? Как раз шесть направлений, которые там будут представлены. Это направление социального волонтерства. То есть, все, что аккумулировано, скажем, где в основе находится человек в разного возраста, попавший в разную там жизненную ситуацию. Потому что примеров, участия в подобных проектах, их масса, я, наверное, приведу вот один, который мне очень как бы сильно лично запомнился. Помните, год назад, чуть больше даже, мы активно принимали наших, так сказать, товарищей, которые попали на Украине вот в результате военных действий, беженцы приезжали. И вот как раз именно ребята, молодые волонтеры, из там, и в том числе и старшего возраста, принимали участие в том, что встречали их на вокзалах, в аэропортах, сопровождали к местам так называемый центр временного размещения, помогали, ну, простые, кажется, вещи. Помочь поднести вещи, да, сопроводить вот до комнаты, которые выделены, проводить, где работает там стол, головая, познакомить с графиком консультации, когда человек может, понятно, там, находится в шоковом состоянии, когда будет консультация, возможности получения, там, документов, и что, вот такие вот обычные ситуации. И выполняя вот такие простые вещи, я вот, по-моему, видел, ребята в начале ехали, ну, как, то есть, собирается, общается, где-то даже немножечко такое эмоционально, восторжены, что они, а вот когда они столкнутся с этим всем, они становятся уже другими. Потому что они сталкиваются вот с тем, что невозможно объяснить там, ни по телевизору, ни на пальцах, когда они понимают, что жизнь, там, тысяч людей в одной части изменилась, жили, создавали дом, хозяйство, строили семьи, планы, раз, и этого ничего нет. Ты оказываешься тем, что ты взял, и 15 квадратных метров, и дети, и все, и полная неопределенность. И вот ты с этого момента начинаешь по-другому ценить даже вот то, что ты ходишь по улицам. Такое знание. Жизненное. Вот наша задача будет, например, в социальном направлении понять, какие именно направления сейчас актуальны, какие требуют, может быть, объединения, усилия. Правильно, Татьяна Александровна сказала? Наша задача создать условия для того, что когда у человека возникает соответствующий позыв, он мог его реализовать. Следующее направление будет, это все, что связано с патриотической деятельностью. Огромное количество проектов у нас существует. Опять же, чтобы и телезрители наши могли вспомнить, 9 мая, шествие, бессмертный полк. Если посмотреть еще раз внимательно записи этого мероприятия, вы увидите, что да, безусловно, люди туда приходили самостоятельно по зову сердца, но работа в местах, где помогали увеличить фотографию. Разместить информацию о сети в соцсетях на определенных порталах. Даже вот те, кто несли впереди баннер, обрамляли эту колонну, чтобы она имела определенное организационное построение, это как раз были несколько сот волонтеров, которые как бы, с одной стороны, он участник этого действия, с другой стороны, он выполнял там определенную очень важную функцию. Это, наверное, те вот самые вещи, о которых также говорит Юля, которые где-то пересекаются с другим направлением, это событийное волонтерство, вот и центр, который будет развиваться в отношении чемпионата мира. Потому что подобных проектов также много. Форум Иволга, он уже стал у нас международным, когда действительно нужно работать с представителями разных стран, знать, естественно, их культуру. Вот Юля рассказала, что встречала, так сказать, гостей, которые, ну, я думаю, многие из них можно увидеть только ради что по телевизору, или там на фотографии каких-то буклетов, прочитая их информацию в интернете. Здесь-то общаясь и с ними вживую, естественно, это определенный тоже и уровень общения. Тут даже непонятно, кто больше дает, кто больше получает. Взаимовыгодное. Конечно. Экологическое направление. То есть все, что связано с добровольством в территории локального какого-то местного муниципального образования, которое также трансформируется применительно от территории, начиная от квартального дворового уровня, и решается уже целый ряд задач. Это направление связано с здоровым образом жизни. То же самое. Безусловно, масса тем, начиная от проведения популяризации различных видов спорта, зарядок на свежем воздухе, когда... У нас, кстати, многие люди выполняют эту работу, даже сами, может, не подразумевая о том, что они фактически являются добровольцами. Общественный тренер, который берет и ведет мальчишек во дворе или же занимается термосамой «зарница», спортивные различные спартакиады или же учит, не знаю, какому-то спортивному искусству просто потому, что у него есть на это позыв. Своих детей, друзей своих детей, и он создает вокруг себя соответствующую атмосферу. Безусловно, будет площадка, которая посвящена добровольству образовательных учреждениях. Вот именно в том числе здесь требуется и согласование, насколько мы видим участие этих людей, как оценивается или учитывает их деятельность в признаниях определенных личных заслуг. Я могу также сказать, что в нашем форуме будут принимать участие реальные работодатели, которые заявляют о том, что когда они видят в анкете молодого человека, соискателя, информацию, что он занимался или занимается подобной важной общественно-значимой деятельностью. И при прочих равных условиях с другими соискателями, образование, уровень профессиональной квалификации, опыт работы, говорят, вы знаете, наверное, этот человек получит некий приоритет, потому что он уже социально состоялся. И не надо доказывать словами, вот есть дела... Да, он доказал уже дело. Конечно, конечно. Вот такие вещи. Скажите, пожалуйста, спасибо. Какое направление добровольчества сегодня наиболее востребовано, актуально и болезненно? И можно ли вот такой вопрос, выявив это, поставить такой диагноз, что вот, значит, не все здесь хорошо. И именно поэтому люди вот туда рвутся, помогают друг другу и что-то делают именно здесь? Ну, на самом деле, я вообще слово проблема заменила бы на слово задача. Когда мы все объединяемся, мы, значит, видим конкретную задачу, что нужно в этом изменить. Значит, мы объединились те специалисты или те люди, которые просто душой неравнодушны, мы эти болевые точки расставим, мы это делаем каждый год 5 декабря, кстати, не меняю день недели, мы это делаем 14-й год, и мы как бы дорожную карту делаем на год. За год мы как раз вот эти точки планируем, где объединиться, а когда мы вместе, мы сила, и поэтому обязательно из проблем просто получается задача, где есть четкие цели, есть четкие какие-то планы, которые мы вот все вместе сделаем обязательно. Понятно. Тогда хочу обратиться к нашим телезрителям, к самарцам. Скажите, пожалуйста, какие болевые точки в нашем городе вы сегодня видите, куда может быть волонтерам следует тоже на это обратить внимание и поучаствовать в каких-то таких процессах. Скажите, пожалуйста, вот все понятно, общественная, добровольческая деятельность, но, наверное, нужны финансы. Какие есть способы у волонтеров, у волонтерских организаций получить материальные средства для того, чтобы дальше помогать? Потому что невозможно, что-то можно делать бесплатно там на порыве души. Наверное, я отвечу на вопрос здесь, опять же, на простом примере. Вот когда спадет зимний снег, все это уйдет, традиционно будет в городе объявлен мечник по благоустройству. Вот какие нужны затраты для того, чтобы любой человек, который мог бы около своего дома. Ну, никаких. Материальных никаких. Ну, как никаких. Есть накладные расходы. Инвентарь нужен, да, хотя бы, соответственно. Машина, которая соберет мусор, которую вывезет, нужен, соответственно. Информацию о том, чтобы когда и где можно это получить, это нужно. Понимаете, вот эти затраты, они по большому счету и определяют. Даже вот возьмем любой лето с футбольным мячом проходит замечательное мероприятие. Или вот сейчас вот зима, там традиционный опять же фестиваль «Золотая шайба». Для мальчишек популярен такое там лето в боксерских перчатках. Ну, их масса. Я просто вспоминаю те проекты, которые будут представлены. Вот для того, чтобы каждый из них был реализован. То есть там не стоит задача, люди не ставят задачу дайте мне заработную плату за то, что я вот совершу там какое-то количество операций. Нет. Они просят о том, чтобы им помогли создать определенные условия для реализации. Вот где состоит именно наша задача объединить усилия и власти, и непосредственно общественные инициативы. Ну, вот система грантов есть, да? Конечно. Вот тогда вот реально что-то получить на поддержку проекта. Ну, это, я думаю, интересно больше будет как раз активным гражданам, которые представляют именно общественные организации, так и юридические. Президентские гранты. Значит, в прошлом году три потока президентских грантов. На следующий год это будет повторяться. И, если менять память, не более трех миллиардов опять же будет направлен на поддержку общественных значимых натив в стране. Кстати, могу сказать, что наша Самарская область здесь всегда в лидерах, и мы регулярно по всем трем этапам. Татьяна Александровна, кстати, вот выиграла. Да, она самая креативная. Волна здоровья. Да, такой вот. Волна здоровья. Что вы уже одобрили. И, действительно, вот я можно на вашем примере расскажу? Как бы здесь. То есть, общественная организация получила грант «Волна здоровья». В результате к нам сюда приехали, а смогли организовать лучшие светилы медицины, которые ездили, в том числе, по территории города. Вот у нас, может быть, телезрители видели, стоял теплоход около. И где можно было получить уникальные консультации одномоментно по разным направлениям. Я сейчас вспомнила тоже. В том числе, к нам приезжала наша знаменитая чемпионка по фигурному катарю Ирина Слуцкая, которая потом выступала в Ледовом дворце. Понимаете? И вот все эти моменты, они... Что для этого нужно? Ну, понятно, что корабль нужен, соответственно. Но ведь все остальное оказывалось, оно же на, скажем так, добровольно-безвозмездной основе. И вот в Самарской области каждое лето мы объявляем... У нас состоялся, кстати, недавно тоже подвели итоги конкурса социально-ориентированных проектов. И там более 25 миллионов было направлено на эту деятельность. Около 50 организаций стало победителями этих направлений. Вы знаете, вот очень много подобных конкурсов существует. И православная инициатива, которая сейчас, кстати, идет, и можно также заявляться. Поэтому... Вот информацию бы еще об этом. Вот где вот... Да и ее... Есть очень много в интернете. Очень много. Есть все тогда. У нас даже существует специальный портал, его можно очень просто найти, вбить в любом поисковом сервере социально-ориентированной организации и органы власти Самарской области. И вы выйдете... И там уже... Да, сонкосамрегион.ру. Там всегда есть прям базовая строка, которая идет, какие актуальные сейчас существуют именно конкурсы по поддержке социально-значимых Понятно, чтобы были идеи, глаза горели, было желание и так далее. Хочу сказать, что к нам поступают уже вопросы от телезрителей. Елена спрашивает, пока молодые... Пока мы молодые, интересно заниматься добрыми, бескорыстными делами. Но когда люди взрослеют, появляются проблемы взрослой жизни. Остается ли у них желание помогать другим? Вот действительно, соотношение... Давайте Владимиру дадим слово. Я в курсе, что у нас в Самаре огромное количество волонтеров именно серебряного возраста, и они с радостью участвуют во многих мероприятиях, в том числе и 5 декабря они тоже будут представлены. А вот конкретно в чем? В каких они в направлениях могут себя задействовать такие серебряного возраста? Ну, я думаю, что социальные, наверное. Социальные? Что это? Преобладает направление. Здоровый образ жизни тоже. Здоровый образ жизни. С адаптивной гимнастикой. Очень много направлений. Я даже приведу пример. В принципе, завтра состоится в МТЛ-аренномероприятие, посвященному Дню Инвалида. Можно прийти, своими глазами увидеть вот те формы активности, которые эти люди делают и дарят, и показывают о том, что их проблемы и проблемы людей, которые не имеют заболеваний, они, в общем-то, не сопоставили между собой. Приведу еще действительно пропаганду здоровый образ жизни. Дом ветеранов Самары проводит постоянно так называемую олимпиаду лиц старшего возраста. Не олимпиаду, но достижения лиц старшего возраста. Достижения даже. Вот стоит посмотреть, когда, например, фотография человека в возрасте в 83-х лет, он переплевет Волгу пять раз туда-обратно. Другие делают, да, то есть садятся на шпагат. Кто-то вырастил, простите, вот там на Содоме что-то, тыкву, которая больше, чем вот этот стол. Пишут стихи. И это все потом объединяется, и они сами делают это в рамках фестиваля, например, белоснежные лица. И как важно фестиваль, да, потому что вот такие волонтеры-одиночки, они очень хотят показать свои успехи. Но никто об этом, вот кроме того, кому он помог, и не знает. А вот чтобы это продемонстрировать, нужны фестивали. А вот все общественные объединения, которые проводятся и объединяют, где привлекают лиц разного возраста, они также являются, тем более у этих людей самое главное ценное что? Это огромный опыт, который построен на собственных ошибках, и самое ценное, они готовы его отдать, то есть, то, что они прожили, вот это самое достояние. Знаете еще что? Вот хочется разобраться все-таки в мотивах. Вот почему люди идут вот разных абсолютно возрастов, вот вы, наверное, уже долго занимаетесь вот с такими людьми, общаетесь, вот какие основные мотивы? Вот зачем это нужно? Вот было названо 300 мотивов примерно. На самом деле молодежь, это успешные карьеры, это новые друзья, это знания. Вот я лично побывала как сотрудник общественной организации, как волонтер, порядка в 15 странах мира. Я была, например, в Корее на международном форуме, где на уровне президента страны были люди со всего мира, и их награждал лично президент. В Северной Корее или Южной? В Южной Корее. Так. Конечно, да. Да, в Южной и в других многих странах. На самом деле мотивации самые разные, начиная от публичного признания, как говорит молодежь, тусовки, ну, правильной такой, тусовки в плане объединения. Это спортивные достижения. Вот, например, «Волна здоровья» 25 волонтеров было в Самарской области. Поездка на теплоходе стоит порядка 40 тысяч. Не каждый может себе это позволить. Тоже мотивации. Но они познакомились с врачами. Более того, мои студенты, будущие парикмахеры, сказали, наверное, мы потом пойдем в медицинский университет, потому что они влюбились в этих врачей, в их профессиональный такой вот подвиг, потому что они видели, какие детки приходили. Поэтому мотивации мажут. Юля, вот конкретно расскажите нам про вашу мотивацию. Вот серьезно. Может быть, что-то у вас такое, свой интерес какой-то, что вас туда влечет? На самом деле, первый раз я пошла на мероприятие, меня позвали за компанию, как это происходит обычно. Но потом, когда ты видишь благодарность, ты видишь результат своей работы, и это тебя захватывает, и ты хочешь делать все больше и больше добрых дел, и постепенно ты не замечаешь, как ты ушел в эту полностью, и твоя команда это уже большая семья для тебя. То есть аппетит приходит во время еды. С актером. С каким познакомилась? С каким? На форуме Иволга я познакомилась с Андреем Гайдуляном. На самом деле, я думала, что это будет очень сложно для меня, но мы тут же нашли контакт, наладились, и до сих пор мы общаемся, и это здорово. Да, поздравляю вас. Следующие вопросы. Павел интересуется, есть ли ребенок еще школьник, где ему найти таких же, как он, волонтеров? В какую организацию обратиться, есть ли они для школьников? Вот действительно. Я прошу прощения, Юль, вы же выпускниц, вы же в 11 классе учетесь, да? Ну вот это пример. Лично у нас в школе зауч занимается этим, нас отправляют на различные слеты волонтеров, где нас всему этому обучают. В школе мы организуем различные мероприятия, акции. Вот 1 декабря был день борьбы со СПИДом, принимают... А в каждой школе есть такие добровольческие организации? То есть можно телезрителю обратиться в школу в своем городе Самара? И 5 числа, пожалуйста, то есть вот я хотел сказать, в любое время кульминационное мероприятие у нас состоится в половине первого, когда в течение часа в такой очень яркой обстановке, я думаю, соберутся где-то от полутора тысяч человек, всем, кому это интересно, мы рассчитываем, что как минимум процентов 90 это будут потенциально новые волонтеры. Да, есть желание приходить. В течение этого времени мы почествуем лучших и расскажем о лучших направлениях, представим проект, о котором сегодня уже фактически сказали, презентуем. Выступят наши уважаемые работодатели, которые расскажут, чем им цены такие люди с активной социальной позицией. А после этого вот эти тематические площадки, они превратятся фактически в места, по которым можно пройтись и посмотреть, что вам интересно. Татьяна Александровна, у каждого будет... Нам нужны волонтеры, не пропустите. У каждого ручка анкета. Анкета можно взять, оставь, пожалуйста, свой контакт, не хочешь оставлять сейчас, запиши контакт соответственно любого проекта, руководителя его, которые там. Вот мы как раз и поставили, вот наша задача была со стороны администрации создать площадку, на которой, как правильно было сказано, как на ярмарке, все могут друг с другом встретиться. И как можно больше людей найти друг друга партнера вот в очень удобных и комфортных условиях. 5 декабря МТЛ-арена начало в 10 часов, к 10 может подходить. Скажите, пожалуйста, 10 начнется. Да, к 10 можно подходить. А в следующем мероприятии будут дискуссии, то есть как бы первый этап, затем с 12, в 12.30 будет перерыв и в 12.30 мы начнем торжественное мероприятие. Ну, кто подойдет, уже там все будет знать. Да, просто чтобы ориентироваться, без тебя буду помогать. Скажите, пожалуйста, минутка остается буквально, очень коротко. Вот говорят, что когда делаешь добро, оно к тебе возвращается. Вот как к вам это добро возвращается? И возвращается ли, Владимир? Чувствуете уже? Да? Нет? Ну, наверное, еще не в полной мере. Но старшие товарищи и в университете, и из числа преподавателей, которые у меня есть, говорят, что вернется обязательно. Так, будем жить надеждой. Опять же, очень тщательно и плотно общаясь с представителями Сочи, волонтерского движения, и Казани, это вот те города, которые уже принимали какие-либо игры мирового масштаба. Говорят, вернется. Юля, а к вам? Вернулась уже? Ну, на самом деле, после того, как проходят мероприятия, и к тебе подходят те, на кого было направлено твоя работа, и благодарят тебя, и искренне... Чувствуешь отдачу. Спасибо огромное. Всем вам желаю отдачи от вашей волонтерской, добровольческой деятельности. А вам больше добра, всего хорошего. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова